Сегодня 20 июня. Время 8 часов. Смотрите, какой замечательный закат у нас. Небо нежного персикового цвета. Если вы только по цвету хотите, вот видите, вот это Киосако. Вот этот выпуск я хотел посвятить небольшой прогулке. Я собирался идти в перекресток. Он находится вот на той стороне моста. Буквально 200-300 метров до него дойти. Но я был бы не я, если бы не снял этот ролик. Не прошел бы другим своеобразным путем. Сегодня мы пройдем с вами через сочинские гетто в центре города. Пойдемте посмотрим, как вообще это выглядит. Вроде бы центральный район. На той стороне моста уже Светлана. И вот мы сейчас с вами пойдем на Светлану. Необычными путями. Давайте я разверну камеру. Пока наблюдаем небо. Я иду мимо таможни сочинской. Здесь же сидят ФСБшники. Один из шикарнейших домов. Там у нас находится зимний театр. Здесь вот вижу бар. Смотрите. Такой люксовый бар на крыше длитного дома. И вот это самый известный недострой в центре города Сочи. Его хотели бы снести, но это слишком дорого для администрации города. Пойдемте немножко пройдем вдоль забора с острыми пиками. Вышли мы с вами на улицу Пионерскую сейчас. Здесь уже немножечко потише. Вот начинается частный сектор. Пионерская одна из самых туристических улиц в этом плане. То есть здесь постоянно что-то сдается. Что-то снимается летом. Здесь бродит толпы туристов. Вот на каждом заборе висит табличка. Вот такие вот дворики. Тут люди фрукты продают у себя на участке. Растет инжир. Типарисы стоят. Вот Пионерская, 24. Заходим в этот проход. На эту страшную темную лестницу. Пока светло, пока день. Это выглядит еще нормально. Нам открывается вид на район Светланы. А мы спускаемся по этой лестнице на улицу Комсомольская. Вот. это у нас дом комсомольская 13 5-этажный кирпичный дом советской постройки ну сейчас потихонечку пройдем вдоль него кошек здесь очень много и они немножко ну не то что не немножко они очень шуганные дом обит так своеобразно профлистом жители основе бабушки живут советское время получали квартиры улица комсомольская достаточно ровная никаких гор ничего только небольшой вот спуск единственное что неудобно подниматься курортному проспекту и перекрестку к морю ведет достаточно ровная дорога вдоль гостиницы жемчужины над нами нависают такие заросли бамбука такая мощная опорная стена сейчас мы пройдем еще дальше проход под домом идем туда не надо немножечко в обход пройдем вам покажу эти заросли бамбука которые выше пятого этажа дома потому что видите опорная стена вплоть до третьего этажа поднимается банановые пальма бананов с них конечно много не насобираешь но красиво может мула вот растет как раз у нее самый сезон сбора смотрите лестница в подъезд идет вниз и даже вот там внизу в цоколе есть окна в свое время это были общежития коммуналки то есть если вот на первом этаже и выше идут нормальные квартиры то по нижнему ряду идут квартиры малогабаритные коридорного типа с общим туалетом и кухней на всех давайте заглянем в подъезд раз дверь открыта как это выглядит здесь такие вот у нас ящички ярче сделаю сейчас какой-то обшарканный подъезд типичный три квартиры на этаже признание в любви хочу показать одну особенность города сочи видите здесь нет окон в подъезде то есть сразу на улицу выходят потому что зимы теплые в подъезде нет утопления она не требуется самое главное зимой это укрыться от дождя и ветра потому что субкорпическая зима достаточно капризная в этом плане как мы идем там бамбуковые заросли люди трясут это вот дерево не фокусируйте лавровишня называется то есть это очень похоже на лаврушку но на самом деле это ядовитое растение главное его не перепутать потому что лавр это все-таки больше куст а лавровишня это дерево то есть здесь станция верещадинская у нас электрическая это вот мост который был в начале ролика видите как низко мы спустились идемте дальше вдоль заборов перекресток находится вот за этим вот фитнес-центром валентин мы сейчас поднимемся туда подстанция называется верещадинская потому что вот здесь вот этим заборчиком сейчас попробуем показать протекает небольшая речка верещадинский ручей называемый и речка верещадинка кому больше нравится и вот он настоящий сочи это лестница со время лестницы заборы опорные стены бесконечная зелень замшелы от воды постоянных дождей зимой лестница опять воздаются номера вот смотрите лестница наверх сюда это как раз перекрестка мы немножко пройдем дальше такие вот цветочки кстати напишите как они называются тебе четыре раза осталось мне осталось два раза там у нас центр на той стороне оврага вот оттуда мы начали с этого здания начали свой путь сегодня вот это вот уже лаврушка смотрите лавровишник растут ягоды а на лаврушке нет в период цветения их особенно просто отличить на самом деле вот так вот она смотрите берете и кладете пельмени прямо в таком виде хоть с куста можно рвать справа стороны участок никому не нужный это вот здание Вита Нова долгострой, недострой вообще незаконное строительство кто-то там живет раньше здесь все везде стояли дачные домики однако олимпиада сделала свое дело и выросли вот такие вот большие гостевые дома а здесь у нас смотрите что растет виноград вот и будет Изабелла почему Изабелла? потому что другого здесь не растет вот какой кипарис шикарный в дому растет везде пальмы, юки, лавры вот мы подошли к улице Джигицкой везде цветы даже в таких местах растут есть место красоте опять пятиэтажки кстати кирпичных пятиэтажек в городе Сочи очень мало в основном это панельный вот кстати про первый этаж я вам помните говорил вот здесь тоже видите вход в одном месте, а еще вниз один этаж небо конечно такого божественного цвета очень красивые закаты здесь пальмы пальмы мушмула еще пальмы еще мушмула деревья цветут вот смотрите какая-то сталинка или тех годов просто строение да это сталинка просто у него балкон лоджия такая деревянная еще вот мы вышли на прямую дорогу на улицу Грибоедова сейчас идем дальше перекрестку живое пиво на разлив 55 рублей за пол литра всем желающим все для туристов кто-то вот смотрите это вот жилой гараж то есть у кого-то был гаражик на одном этаже он отстроил себе второй этаж сделал беседочку красота а некоторые даже успевают оформлять как жилые дома то есть получают кадастр и все прочее и это уже не жилой гараж получается по документам а полностью жилой дом но это было к сожалению очень давно сейчас у вас такие махинации проделать уже не получится смотрите как тут домик затесался вот отличный домик кстати Грибоедова один интересно как называется надо будет посмотреть вот как раз внизу Светлана у него видеонаблюдение есть своя парковочка все закрытое ну кто-то вот живет вот так вот смотрите заходишь в подъезд сначала спускаешься вниз на второй этаж то есть вот я стою на уровне второго этажа этого дома и вот непонятно где лучше жить на первом этаже все время в тени или на втором чтобы тебя все люди видели кто-то мимо идет кто-то мимо идет вот как летают просто по дорогам я думаю как и везде это 44-й проехал он к лицевой он ездит на лысую гору и обратно сюда вниз вот мы когда вышли с Жидецкой улицы это вот эта лестница была мы прошли вокруг просто чтобы показать район какой сегодня день говорит Винни-Пух сегодня мой любимый день я еще раз покажу вам небо впереди нечего смотреть собаки тусуются покупают, загорают за паузу встретил знакомого поэтому пойдемте дальше ну мы уже почти пришли смотрите какой это сад здесь у Сувлачка находится можно недорого скушать Сувлак или Гиро как его называют в Ставропольском крае вот мы идем по улице Ужительской и по левую руку за забором у нас сейчас будет перекресток центр цивилизации на Светлане вот это место надеюсь не будет сегодня дождя хотя какая разница все равно дома планировалось сидеть вечером в общем на этом я закончу свое видео я уже пришел в магазин практически так что обязательно подписывайтесь на мой канал оставляйте комментарии как-то называются все деревья и цветы которых названий я не знаю и советуйте своим друзьям смотреть на Черное море каждый день всем пока всем пока